они появились на земле за миллионы лет до человека и сегодня в два раза больше чем людей эти хитрые создания расселились почти по всему миру они всеядны могут прогрызать даже металл и бетон не бояться ни жары ни холода и способна выжить в самых суровых условиях звери обладают исключительными я бы сказал способностями к адаптации приспособлением конкретным условиями обитания именно эта особенность позволила им сосуществовать человек в течение многих лет и прекрасно себя чувствовать они веками следует за человеком изучая наше поведение обитая в наших домах и питаясь нашей едой мы можем их не замечать но они повсюду крысы как огромный мегаполис влияет на серых грызунов что мы на самом деле знаем о них и какие опасности таит такое соседство улицы большого города днем здесь хозяйничает человек но с наступления сумерек мегаполис становится территории крыс они проникают повсюду в многоэтажных лабиринтах подвалов и тоннелей серые грызуны создали популяцию которая по численности уже превосходит нашу примерно две крысы на одного человека городского жителя то есть если считать о как бы последним данным статистике что это примерно 11 половин миллионов жителей москве официально то это примерно на 22 23 миллиона крыс в мире обитает почти 14 миллиардов крыс но в городских условиях выживают только самые хитрые и выносливые виды улицы мегаполисов населяют серые крысы присмотритесь и вы увидите их мусорных баков и входов в подвалы услышите в полутьме подъездов они живут везде где есть человек а значит есть и еда крысы это почти хищник у них от 60 до 80 процентов питания животной пищи поэтому они поедают все что бегает летает прыгает и даже просто плохо лежит то есть лягушки насекомые беспозвоночные мелкие мышевидные грызуны яйца птиц и мелкие птицы на которых можно напасть моллюски придонные которых они успешно вытаскивают прям из ила выдергивают большинство людей считает серых крыс опасными злобными и абсолютно бесполезными животными разберемся что из этого правда а что нет и кто для нас серые крысы на самом деле просто неприятные соседи или враги крысы достаточно пластичный вид это пластика выражается во всех сферах жизнедеятельности этих животных и в поведении в том числе разнообразие касается всего численности тех группировок которых они существуют какой бы признак мы не стали изучать и рассматривать из экологии биология этого вида мы столкнемся с чрезвычайно широким спектром в вариативности так сказать этого признака серая крыса или пасюк самый распространенный на земле вид грызунов родина серых крыс тропическая азия умение отлично плавать плодовитость и развитая способность к адаптации помогли этим животным распространиться по всему миру это зверек с грубой жесткой шерстью спина серовато-бурого цвета брюшко грязного светло-серого размер тела взрослой особи составляет в среднем от 15 до 25 сантиметров вес от 150 до 400 граммов хвост длинный голый покрыт чешуйками в виде колечек между которыми растут очень короткие и редкие волоски по длине хвост практически равен телу у серых крыс заостренная мордочка и огромные резцы которые растут всю жизнь потому они называются грызунами что и надо что-то грызть у них растут резцы передние если их не стачивать то они в год по нарастает до семи сантиметров представляете да 7 сантиметров зубище торчат и они грызут провода линолеум там бумагу металл все что угодно все что можно грызть они могут грызть вот просто им необходимо по жизни чтобы сточить сумму в год пасюк съедает около 12 килограммов продуктов но это не сравнимо с количеством пищи который он делает негодный пробираясь зернохранилища на склады и в магазины один из за оков с удивлением увидела что в закрытой молочной палатке сидит крыса и молоко тогда еще было в бутылках и сверху были такие крышечки вот крыс прогрызла эту крышечку причем она совершенно не боялась наблюдателя она понимала что он до нее не доберется никак вот после того как она прогрызла крышку она засунула туда хвост и очень быстрыми движениями от хвост вынимала облизывала и опускала обратно однако вредительство далеко не главная причина по которой человек объявил войну крысам эти создания словно отлаженная машина отвоевывают у людей целые города опасность том что крысы разносят смертельно опасные инфекции и если мы не будем регулировать численность крысиной популяции очень скоро нам самим не останется места в большом городе серые крысы передают возбудитель чумы то есть крысы опасны почему что они живут вблизи человека и они быстрее чем другие грызуны могут передать любую инфекцию либо они могут передать через экскреты обсеменяя или контаминируя продукты человека либо они могут передать через своих эктопаразитов которых у них тоже немного особенно вот блохи гамазовые клещи которые кусают человека и могут передать к любую кровяную инфекцию размеренная жизнь обычного московского двора нарушает появление людей в белых костюмах и масках это сотрудники городского центра дезинфекции их задача провести мероприятие по дератизации то есть уничтожение грызунов во-первых они должны быть все окрашены в определенные яркие цвета эти приманки и не иметь вид или форму пищевых продуктов наших то есть не галеты какие-то не печенье не конфетка это по безопасности для человека но для грызунов скажем вот готовят пищевые зерновые приманки элементарные там скажем подсолнечное масло мука и зерно они довольно охотно поедают их сортируя привезенный груз по контейнерам работники очень осторожны ведь пакеты с бежевым порошком и синие брикеты похожие на большие конфеты это приманка убийственное лакомство для крыс применяемые нами препараты кумулятивного действия то есть накопительного грызун должен съесть не одну порцию для того чтобы наступил губительный эффект если вам кажется что кроме людей в этом подвале никого нет то вы ошибаетесь сейчас за действиями человека наблюдать как минимум две-три пары черных глаз силуэты чужаков они видят нечетко но феноменальное обоняние подсказывает что приход людей опасен для жизни она боится человека она не будет с ним выступать ни в какие взаимоотношения просто прячется в убежище все можно и понаблюдать почему бы и нет вот это интересно посмотреть что человек будет делать на территории кстати острое обоняние крыс не раз спасала людям жизнь вы слышали когда-нибудь о крысах саперах как ни странно но они есть их супер чувствительному носу требуется всего 50 миллисекунд чтобы понять что за запах кому принадлежит и на каком расстоянии находится объект крысы как и многие грызуны живут в мире запахов и даже маленькая капелька мочи является для них очень информативной по запаху мочи крыса может определить кто оставил конкретно этот запах если это знакомая крыса то она ее узнает по этой карточке может определить пол животного может определить физиологическое состояние может понять испуган был допустим это самец который оставил эту капельку мочи или он был успокоен больной он или здоровый доминант он или подчиненный тренировать крыс саперов начинает в возрасте пяти недель и очень скоро они становятся сертифицированными специалистами по разминированию такие крысы способны за метр унюхать металлическую пластиковую мину гранату и даже простой патрон но вернемся в обычный московский двор по статистике на каждый дом приходится две-три крысиные группировки это примерно 8-10 грызунов зимой они роют норы и обживают свои гнезда в подвалах и на чердаках в стенах и мусорных контейнерах а на лето переселяется из помещений поближе к свежему воздуху во дворы домов заросли сорняков и к водоемам поэтому дезинфектором важно оставить приманку везде где обнаружены норы и следы обитания грызунов выбор меню для грызунов не случайен крысы хоть и считается всеядными но весьма капризно в еде опять же таки грызуны отдают предпочтение различным препаративным формам это может быть и таблетированная может быть гранулированная может быть пастообразная приманка и здесь мы уже подходим да и индивидуально к жилому фонду да знаем где какое предпочтение грызунов осуществляем ротацию то есть чередование препаратов для того чтобы у них не было привыкания к тому или иному средству но каким бы хитростям не прибегали специалисты крысы очень быстро понимает где таится опасность и обязательно предупреждают сородичей дело в том и это вовсе не секрет что крысы необычайно умны вопрос насколько этой голодной крысе предстоит непростая задача достать кусок сыра для этого грызуну придется пройти настоящую полосу препятствий и проявить мекалку она должна найти лесенку которая лежит около первого штатива поднять ее поставить так чтобы лесенка доставала до нижней полочки забраться по лесенке на эту полочку после этого с помощью веревки которые привязаны к лесенке крыса подтягивает лесенку на полку где она сидит затем крыса должна взять в лапки эту лесенку и поставить ее так чтобы она соединяла нижнюю и верхнюю полки вот все это крыс прекрасно проделывает после чего она забирается на верхнюю полку первого штатива кажется что крыса без труда справляется со всеми препятствиями на пути к лакомству а ведь никто не обучал ее решать подобные задачи дальше следует еще одна довольно трудная задача потому что крыса должна за веревку подтянуть качели которые находятся между двумя верхними полками крыса должна сесть на качели и на них перебраться на верхнюю полку другого штатива и так чтобы добраться до сыра крысе понадобилось всего полчаса успокаивает одно такие блестящие результаты показывают далеко не все крызуны некоторые крысы вообще не способны решить эту задачу и у нас было две крысы которые одна из них прекрасно ее решила и уже решив ее один раз дальше все это происходило крайне быстро вторая крыса не смогла решить задачу но она наблюдала за первой крысы и пользовалась успехами ее сообразительности то есть когда ты оставил лисенку она старалась по ней забраться значит когда крыса забиралась на верхнюю полку она бежала за ней умственной способности лабораторных грызунов у биологов сомнений не вызывают а как со сложными задачами справиться обитатели городских подвалов ученые решили проверить это проведя эксперимент белую лабораторную крысу запускает в лабиринт принюхиваясь животное медленно начинает продвигаться вперед попав тупик крыса возвращается на исходную точку и идет другим путем наконец достигает лакомства опыты показывают что крыса не достаточно несколько раз пройти по лабиринту даже самому сложному чтобы у нее уже была определенная карта этого лабиринта в ее памяти и уже буквально через на третий четвертый раз крыса бегом бежит в тот рукав где лежит приманка но если постоянно в один тот же рукав кладут и практически не ошибается вот и какой бы не сложный не был лабиринт человеку до сих пор не удалось придумать такой который бы крыса не освоила пустив по лабиринту серую иными словами уличную крысу ученые были поражены пройдя череду препятствий один раз она больше не плутала в лабиринте запомнив дорогу с первого раза лабораторные крысы как правило хуже решают задачи чем дикие пасюки так что если крыса задалась целью проникнуть ваш дом будьте уверены она найдет способ обойти ловушки и непременно в нем окажется эти животные могут протискиваться в крошечные отверстия диаметром не больше четверти обхвата самой крысы проникать в дома по трубам причем четырех сантиметров в диаметре им вполне достаточно но самое удивительное что крыса хитрый разведчик и выбрав подходящий дом она сначала разработает стратегию отхода удивительно но животные мозг которых в несколько раз меньше человеческого порой оказываются хитрее нас обратите внимание как крыса осваивает новую территорию человеку кажется что грызун просто суетиться хаотично бегая на самом деле его мозг фиксирует основную часть того что видит и чувствует грызун включая расстояние между предметами сначала она передвигается достаточно медленно по этому помещению часто возвращается к укрытию из которого она вышла и вот такими перебежками его осваивает идет она при этом медленно вытянувшись вперед и постепенно вот так вот осваивает все помещение но как только она освоила эту комнату дальше картина меняется она двигается по нему уверенно но так уж получилось что умственные способности крыс в обычной ситуации людям пользы не приносит скорее наоборот тем не менее именно крысом мы во многом обязаны открытиями в области науки которые могут избавить человека от целого ряда заболеваний не случайно в новосибирске появился памятник нет ни крысе мыши хотя в данном случае это знак признательности не столько грызунам сколько вообще лабораторным животным эта крыса одна из участниц эксперимента который недавно завершила группа владимира зайцева ведущего научного сотрудника цито имени приорова наша группа занимается разработкой и доклинической оценкой остеопластических материалов то есть тех изделий медицинского назначения которые направлены на коррекцию сложных врожденных и приобретенных пороков опорно-двигательной системы человека связаны или замедлением процесса регенерации или со значительными потерями объемом костной ткани чтобы испытать новый материал на эффективность ученым пришлось удалить у подопытных крыс фрагмент кости чтобы затем на его место ввести экспериментальный образец при проведении доклинических исследований мы использовали бедренные кости крысы операции были как правило остеосинтез в конец в конец когда из цемента формовались цилиндрические блоки и небольшая часть бедренной кости просто замещалась цилиндром таким образом обе плоскости об основании цилиндра плотно прилегали костной ткани и образовывали с ними связь далее мы смотрели через неделю через три недели и далее каким образом растворение происходит и образование новой костной ткани на стыке материалов результат превзошел все ожидания разработку ученых за считанные дни привела к формированию новой костной ткани и животные снова получили возможность двигаться ученые убеждены эти искусственно созданные препараты могут подарить многим людям шанс на полноценную жизнь наш институт является на данный момент первым медицинским учреждением страны который обладает подобными разработками почему же именно грызуны стали идеальными экспериментальными животными 99 процентов генов мышей и крыс они соответствуют таковым у человека по некоторым характеристикам обезьяны и свиньи может быть получше но работа с ними содержание следует очень дорого мыши вышли на первое место потому что они маленькие у них сравнительно небольшая продолжительность жизни высокая плодовитость они в этом плане удобно почти 200 лет ученые используют этих грызунов в качестве главных моделей для проверки различных идей в области биологии человека изучая крыс мы узнали как действует на людей антибиотики алкоголь и наркотики на крысах ученые проверяют новейшие вакцины от рака и болезни альцгеймера тончайшие волоски покрывающие крысиные хвосты используются в офтальмологии при операции на глазах к примеру вот таких магнитно-резонансных томографов для мелких лабораторных животных в мире всего пять на экранах монитора можно в деталях осмотреть процессы происходящие в организмах подопытных грызунов делается это чтобы отработать методики которые впоследствии будут применены на человеке мозг крысы имеет принципиально ту же архитектонику тоже строение что и человеческий мозг и поэтому основные принципы работы мозга они такие же как и у человека так и у крысы сейчас вы видите уникальные кадры вот так исследуя мозг крыс российские нейробиологи разрабатывают вакцину которая поможет с наименьшими последствиями пережить инсульт и облегчит процесс реабилитации здесь мы работаем с культивируемыми нейронами гиппокампа крыс если мы научимся управлять их регуляциях то мы сможем помочь клетке выживать в различных стрессовых ситуациях в том числе гипоксии и шинина я марпа морфологическим критериям смотрю выбираю нейрон который похож на пирамидальный вот допустим этот нейрон мы сейчас будем исследовать ведь он достаточно большой вытянута у него много отростков после того как подходящий для эксперимента нервная клетка найдена на нее воздействует стимулируя гипоксию самый простейший то есть нативно имеющий в клетке механизм то есть эти каналы которые могут на себя взять функцию противостоять воздействию гипоксии и удержать клетку в равновесии достаточно долгое время до приезда скорой помощи в результате ученым удалось открыть уникальные свойства белка под названием интерлейкин 10 действие которого в несколько раз сокращает губительные процессы в мозге во время гипертонического криза это значит что вовремя активировав работу белка можно спасти человеку жизнь мы решили попробовать а могут ли вот эти антивоспалительные цитокины в частности интерлейкин 10 могут ли они влиять на нервные клетки при патологических условиях оказалось что действительно они оказывают нейропротектирующие действия они как в условиях инвитра так условия инвива на целых животных они устраняют патологические последствия действия гипоксии и ишемии оказывают противосудорожное действие и вот цикл этих работ экспериментальных послужил основанием для того чтобы мы оформили патент о том что вот интерлейкин 10 может использоваться как средство для лечения нейродегенеративных процессов мозге но пока одни грузуны помогает найти лекарства от неизлечимых болезней другие продолжает портить нам жизнь в большом городе крысы как впрочем иногда и люди живут по закону джунглей либо ты либо тебя грузуны научились выживать видя сплоченный образ жизни одна крысиная группировка владеет участком радиус которого достигает 150 метров численность этих группировок нормальных скажем тогда обычных она невелика потому что чем больше зверей входит в группировку тем сложнее данной группировкой управлять не структурирована то есть группировки которые должны быть управляемы они не должны превышать порядка 12-15 особей это норма и для таких группировок скорее всего будет характерен иерархический способ организации взаимодействий между животными это значит что в стае будут выделяться альфа-самцы авторитет которых никто не посмеет оспорить подчиненные рабочие особи добывающие пищу и самки большая часть самок примерно где-то начиная вот с апреля они вступают в активное размножение их примерно 95 процентов самок размножаются каждый из них приносит от 9 до 12 детенышей в среднем за год одна самка приносит 35 детенышей удивительно но самцы спариваются не со всеми самками в своей группировке они выделяют любимых жен остальные достаются подчиненным особям правда не всегда все так строго но не во всех группировках самец субдоминант субдоминант это не совсем подчиненный самец потому что он оглавенствует в этой группировке когда доминант отдыхает или занят какими-то другими делами более того субдоминантный самец как показывают результаты исследований оставляет иногда больше потомство чем доминант потому что доминант слишком много времени тратит на охрану территории и в это время субдоминанта умудряется поухаживать за самками и таким образом становится отцом этого потомства сколько точно родилось крысят пока сосчитать сложно самка постоянно закрывает их своим телом чтобы детеныши не замерзли но такую заботу она будет проявлять недолго буквально через несколько дней после рождения крысята становятся самостоятельными а самка снова готова к размножению единственное чему мать обучает своих детенышей это охота обучение безусловно происходит тут в первые дни после оставления гнезда скажем для крыс молодых крыс тетенышей очень характерна такая форма поведения как следование то есть они все время следуют за матерью или друг за дружкой то есть они как бы повторяют маршруты скорость движения в этот момент попадается есть что-то интересное съедобное соответственно они обучаются крысы настоящие кочевники и постоянно осваивают новую территорию они хорошо ныряют и прекрасно лазают по канатам трубам деревьям за день эти грызуны способны преодолевать от 10 до 50 километров пасюки у них очень развито исследовательское поведение они селятся около воды и видимо со времен неолита около человека и из человека мигрирует особенно это стало в наше время когда и самолет и поезда и другие движущие транспортные средства вот видимо являются транспортерами для этих крыс причем новые непривычные условия для городских крыс прекрасная возможность для тренировки своих природных способностей инстинктов этой крысе по кличке сима сегодня впервые предстоит серьезное испытание сима еще не знает опасно ли для нее смоделированной учеными ситуация в которой она оказалась поэтому единственное что остается положиться на природный инстинкт самосохранения который подскажет как действовать дальше посмотрите сима замирает она будто рассчитывает расстояние до земли пытаясь понять причинит ли ей падение вред проведя только ей известные расчеты сима принимает решение идти по канату с него можно сорваться в любую секунду но инстинкт спасает крыса вовремя вспоминает что природа наделила ее пятой лапой хвост уникальный инструмент для баланса и нередко именно с его помощью крысе удается выжить убегая по тонкой трубе или проводу от человека или хищников хвост почти такой же длинный как и сама крыса и состоит из гибких сухожилий он играет роль своего рода противовеса когда крыса двигается по прямой подобно тому как канатоходец использует шест и помогает осваивать все новые и новые территории так в начале 21 века было точно прослежено заселение крысами крупного города барнаула в год появления они водились только в постройках пристани на второй год обжили кварталы около пристани на третий добрались до центра города на четвертый заняли весь город а на пятом году начали заселять пригородные поселки но что мотивирует крыс бросать насиженные места и подвергая опасности всю стаю идти в неизвестном направлении что их мотивирует мы не знаем по некоторым данным в пределах города крысы могут передвигаться на расстоянии до 10 километров а если учесть что передвижение идут в основном по подземном коммуникации то есть мы не можем наблюдать что происходит да откуда идет зверь куда идет более того могу рассказать примерно одинаковое количество как самцов и так и самок казалось бы это должно характерно быть для молодых подросших животных которые должны расселяться вот здесь не получается это картинка то есть расселяется взрослые уже животные не молодежь вот среди самых при этом чуть не треть беременных то есть это совсем не укладывается вообще какую-то логику мигрируют как правило члены одной семьи это помогает крысам быстро обнаруживать и обезвреживать врага и обеспечивает лучшие условия выживания для детенышей но как быть со знаменитой агрессивностью крыс что провоцирует этих грузунов на такое поведение если вы видите двух дерущихся крыс то скорее всего здесь столкнулись интересы альфа самцов из разных группировок по наблюдениям ученых они отличаются наиболее агрессивным поведением если члены одной стаи чувствуют чужака они способны на жестокие убийства участь такой крысы ужасно ее просто растерзают но что произойдет если два самца доминанта встретиться на новой неизвестной территории чтобы наглядно продемонстрировать как поведут себя два альфа самца мы решили провести небольшой эксперимент в прозрачную клетку посадили самцов из разных группировок для подопытных эта территория незнакомая а значит велика вероятность схватки за лидерство однако посмотрите что происходит обнюхав клетку самцы спокойно усаживаются в разных углах так происходит до того момента пока к ним не подсаживают самку присутствие особи противоположного пола означает для самца возможность размножения и образования новой семьи а значит дальше игнорировать чужака не удастся начинается борьба за влияние и территорию однако не все особи одинаково агрессивны заметив это ученые задались вопросом как возникает и действует механизм агрессии у животных чтобы понять это биологи новосибирского института цитологии и генетики с оран вывели экспериментальные линии животных с адаптивной и патологической агрессии и провели так называемый тест на перчатку он поможет определить уровень агрессии грызунов по отношению друг другу и человеку обратите внимание эксперимент еще не начался а крысы уже проявляет явные признаки агрессии если мы берем агрессивную крысу которая сразу кидается вы не успеваете открыть и она не дает засунуть вам перчатку то это будет 4 балла это самый высокий минус 4 балла агрессивное поведение и она без сомнения пойдет на отбор собственно на размножение если вы засунете уже сможете засунуть в клетку и она нападет это будет 3 с половиной балла и 3 балла вы не сможете ее взять но вы сможете к ней прикоснуться если же вы сможете ее погладить это уже будет 2 балла но чем объяснить такую разницу в поведении подопытных грызунов все это так или иначе связано с гром в первую очередь а гормоны стресса значит когда у вас есть какое-то воздействие то возникает ответ организма собственно стресс и одним из важных аспектов которые вы можете увидеть как понять есть этот стресс нет этого стресса это измерить гормон глюкокортикоид и собственно у наших крыс он изначально и практически до 68 пожалуй поколения он был резко повышен теперь ученым осталось разобраться с поведением диких крыс и понять насколько они агрессивны по отношению к своему главному соседу человеку и стоит ли нам опасаться нападения серых грызунов это это исключительно явление безусловно совершенно и поэтому не надо бояться что крысы на вас нападут вот случай нападения известны они единичные и как правило четко объясняются либо крысы большом количестве очень голодные и они тогда просто человека просто начинают есть вот но это в условиях большой численности крыс и голода бывают укусы но как правило эти укусы провоцированы самим человеком то есть если загнать крысу в угол она будет бросаться от страха от испуга и в этот момент она может укусить ребенка ли который захочет потрогать зверушку научные наблюдения доказывают крыса атакует только когда чувствует угрозу в остальное время на старается избегать любого контакта с человеком однако нам людям стоит обращать внимание на поведение серых грузунов ведь иногда это может спасти жизнь всем известна примета если крыса живущий в трюмах спешно покидают судно стоящие в порту и готовая к отплытию жди беды она непременно сядет на рифы или попадет в шторм более того известны случаи когда крысы бросались воду с уже отплывшего судна и вплавь добирались до берега во время второй мировой войны моряки наблюдали как крысы бежали с кораблей которые были затем торпедированы или попали под атаку бомбардировщиков есть еще один факт который подтверждает необъяснимой способности грызунов крысы чуть ли не строим покидали сталинград незадолго до того как к нему подошли фашисты но какое шестое чувство помогает грызунам избежать гибели и главное как они передают друг другу информацию об опасности существует еще некие каналы которые пока мало нам понятно известны вот например сталкивался с такой ситуации не один раз какое-то предприятие промышленное да которым были есть и постоянно грызуны крысы тут начали количество приходящих животных она более-менее стабильное более-менее известная измея приходящих на объект понятно со стороны в какой-то момент времени вот этот поток приходящих животных иссякает почти совсем и под так продолжается в течение многих месяцев и лет то есть звери перестают приходить на объект который раньше они приходили с удовольствием и в большом количестве почему здесь вот можно гадать я предполагаю что каким-то образом зверьки передают информацию о том что то место тот объект туда лучше не ходить и эту информацию каким-то образом кодируют и передают из поколения в поколение таким образом что вот но подрастающие зверьки где-то вне обитающие за пределами данного объекта получает информацию что вот на этот объект ходить не надо что там вот почему-то не так нехорошо последнее время ученые с удивлением отмечать новые привычки у городских крыс они научились ездить в лифте и в транспорте стали ориентироваться во времени знают расписание работы дворников и уборщиков и к их приходу стараются покинуть территорию в стаях существуют дозорные крыса оповещателей которые сообщают о приближении опасности поэтому человеку приходится придумывать все новые и новые приманки и ловушки чтобы переиграть грызунов на их поле здесь в лаборатории проблем дератизации ведутся разработки новейших способов борьбы с грызунами сейчас вы видите в действии имитатор электрического дератизатора это профилактика в основном но активная профилактика мы занимаемся профилактикой обычно в городах какого плана происходит засечивание каких-то отверстий до заделывания фундамент трещин где грызуны могут проникнуть через которые грызуны могут проникнуть здание как только крыса подходит к электрическому барьеру на нее воздействует высоковольтный импульс тока разряд не убивает грызуна но вызывает у него отрицательную рефлекторно-поведенческую реакцию это значит что получив удар током один раз крыса не предпримет повторных попыток приблизиться к электрической преграде а если такие барьеры установлены по всему зданию можно быть уверенными что вскоре крыса покинет его а этот прибор помогает ученым фиксировать изменения дыхания грызуна во время воздействия на него ультразвуковыми волнами при этом крыса не испытывает никаких болевых ощущений ультразвук вызывает у животного чувство тревоги и именно это впоследствии заставит его покинуть помещение крысу помещаем фиксатор в начале фиксатора в передней части имеется датчик который измеряет разницу температуры вдыхаемого выдыхаемого воздуха эта разница температур через коммутатор передается на компьютер эту кривую можно записать и рассчитать контрольную частоту дыхания затем мы включаем датчик ультразвука и на этой кривой мы можем определить действие сигнала время его действия и время его начала действия а ведь еще несколько лет назад не было научных подтверждений что ультразвуковые волны влияет на поведение крыс и вот недавно российские исследователи поставили точку в этом вопросе сегодня их открытие положено в основу еще одного устройства для борьбы с грузунами вот тех ультразвуковых устройств которые мы проверяли в натурных условиях значит крысы полностью покидали объект через семь восемь дней однако ученым известны случаи привыкания популяции крыс к ультразвуковому воздействию и если профилактические методы борьбы не действует на помощь приходят стопроцентные методы уничтожения мы находимся в испытательном лабораторном центре лаборатория биоконтроля это у нас полигон испытаний для радиоинфициров средств против грызунов на специальном полигоне для испытаний грызуны живут не в клетках условиях содержания приближенных городским разве что корм дают регулярно всего здесь обитает около 80 особей есть свои вожаки подчиненные и изгои последние всегда сидят вдали от стаи и даже питаются отдельно эти животные прямые потомки диких крыс и в неволе как и в естественной среде обитания их поведением руководит только инстинкт выживания мы иногда выпускаем молодняк часть из него они же сами съедают если они не могут постоять за себя как бы у крыс очень сильно развит каннибализм полигон разделен на три части в одной крысы живут в остальных проходит испытание ловушек мы этот вид относим к своим врагам значит надо с ними бороться к сожалению мы вынуждены их убивать они действительно потому что представляют опасности и в медицинском отношении и в хозяйственном плане и в эстетическом неудобства для человека и мы вынуждены регулировать их численность но речь идет о регуляции численности не о полном уничтожении а регуляции численности причем в тех местах и там где действительно эта проблема актуальная существует хоть нам это и не нравится но за время нашего соседства крысы стали очень похожи на людей немногие знают что у нас идентичные гормональная и нервная система как и люди крысы имеет социальную структуру и взаимоотношения между полами живя в большом городе наши главные соседи стали умнее и даже научились пользоваться достижениями прогресса который создал человек так что не будем отрицать в противоборстве с крысами мы скорее всего потерпим неудачу эти грызуны извлекли урок из многовековой борьбы за выживание и пусть сегодня люди находятся на вершине эволюционной пирамиды кто знает быть может завтра наше место займут хитрые соседи с которыми мы тысячелетиями делим один дом